Такая красота. Здесь все мокрое. Подушка мокрая. Так на Челюскинцев 76 регулярно льют дожди с потолка. Потопы продолжаются четвертый год, причем случаются все чаще и чаще. В этом году уже просто невыносимо. То есть на данный момент у нас топило в декабре, в ноябре топило. И то есть в этом году, в марте, 10 марта, у меня вообще перегорела проводка. То есть у меня нет ни в санузлах, ни в коридоре, ни в комнате, нигде нету света. Бытовые приборы начали приходить в негодность. Сгорела люстра и плита. Домофоны, ключи не работают. Жители часто не могут попасть в подъезд. Сейчас Татьяна переживает, что электричество ей сделают только в мае, когда все просохнет, и боится за свою безопасность. Ставлю тазик сюда, ставлю тазик сюда. Электрик из ЖЭО попросили, чтобы он вот эту коробку открыл, потому что если туда пойдет вода, это замкнет и до пожара. Они сами говорят электрике, что до пожара недалеко. И вот поэтому и страшно. Квартира топит во всей пятиэтажке, не только в подъезде Татьяны. Моя мама 90 лет. Она была вынуждена отсюда съехать, потому что жить было невозможно. Вышла из строя печь электрическая. Сейчас пользуемся просто двухкомфортной. Стараемся как-то и тазики ставить, и эти вот не просушившие все спальные принадлежности. Просто даже легче. Вынуждены были даже выбросить диван. Купить новый. В таких случаях специалисты советуют возместить ущерб за испорченное имущество, обратившись с претензией в адрес управляющей компании. По швам все бежит. Все это самое. Где сливы там? Все ручьем прям. Многоэтажку обслуживает управляющая компания Ситидом. По словам жителей, обращения в городские инстанции не помогают. А УК составляет акты, пишет отписки, но результата нет. Однако Ситидом утверждает, что проводят латочный ремонт кровли ежегодно. Но эта мера временная. Деньги собственников уходят вместе со снегом и с водой весной. То есть все это бесполезно, пока не будет сделан капитальный ремонт. Капримон запланирован только на 26-28 годы. По словам представителя УК, убедить жителей проголосовать за повышение тарифа и перенос срока на собрании два месяца назад не удалось. Проголосовали против переноса срока, против повышения взноса на капитальный ремонт. Региональный оператор определил предельную стоимость работ 20 миллионов 822 тысячи 0,10,82 рубля. То есть для того, чтобы им попасть в эту программу, взнос должен был составлять 13 рублей 50 копеек. А повышение взноса здесь нет, здесь всего 60% голосов. То есть надо 66 и 7. На данный момент Ситидом планирует провести еще одно собрание, чтобы предложить более масштабный ремонт, закатать всю площадь крыши. Ну а чтобы ускорить капремонт, не обойтись без увеличения взноса. Это уже распространенная практика. Пока некоторые жители игнорируют голосование, жильцам пятых этажей так и придется справляться с протечками самостоятельно. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Юлия Щепина, День с толком.